привет всем любителям настольных игр здравствуйте меня зовут сергей напротив как обычно наталья сегодня мы вдвоем играем в стратегическую можно сказать экономическую игру под названием таунтин сую империя инков и так наталья сегодня у нас в гостях давид турции со своей игрой где основная механика это на выставление рабочих совершенно недавно мы с тобой за летсплеили второй раз его другое произведение под названием анахронность ты понимаешь сеттинг совсем с инками не связано там анахронность там будущее космические корабли бороздят просторы вселенной здесь мы молимся в храмах здесь у нас майя инки кому нравится такая тематика кто играл в такие игры как теотеокан или допустим золкин я думаю эта игрушечка должна понравиться хотя она такая очень евро и очень сухарек но мне такие игры нравятся до сложность у нее завышена очень много таких нюансов которые надо помнить запоминать но мы сегодня все по полочкам разложим и все расскажем не все так страшно ну да мы расскажем что мы нашли в коробочке мы расскажем правила этой игры за летсплеем с тобой партейку перед нами огромное поле которое было не так просто вместить в кадр и совершенно немножко место наталья мы с тобой оставили где будут появляться наши с тобой компоненты а что у нас на поле в центре храм и видишь и несколько ты рад это террас которая вокруг этого храма построены построен эти террасы раз два три в центре потом здесь небольшой кусочек с храмом смотри наталья мы уже по одной таблеточки ты я и буду играть за черных ты за красненьких мы выставляем тут желтеньких на на трек храма в процессе игры мы будем здесь перемещаться получать различные бонусы а также победные очки вот это что это такая медалька где мы увидим такую медальку это есть победные очки плюс две наши таблеточки будут отчитывать победные очки и сразу мы уже с тобой на халяву по 10 победных очков наталья получаем в этой игре победные очки можно получить как и во время игры так и в конце плюс по одному нашему миплу которые называются верховные жрецы мы прямо вот в храм центральной с тобой кладем ну твой красненький мой черненький куда их можно положить здесь раз два три 4 5 мест ну я не знаю надо быть профессионалом чтобы знать куда их сразу куда выгоднее их положить ну вот наталья решила сюда я сюда потом наши вот эти человечки будут бегать здесь по кругу выполнять различные действия но про это мы расскажем в каждом углу нашего поля есть специальные места наталья которые мы с тобой сможем выполняя действие вот это захвата захватывать отправляя туда воинов которые у нас находятся вот в этой колоде армии и получать различные ресурсы которые мы можем встретить в этой игре вот их раз два три четыре храма колоду я не знаю наталья вот эта колода воинов тут раз на каждой этой карте или один или может быть два воина изображены мы часто будем пользоваться этой колоды чтобы выполнять захват или просто допустим получать какие-то ресурсы которые здесь внизу нарисованы давай-ка я сюда вот положу в центр потому что нам тут больше места с тобой пригодится так потом что статуи ну конечно инки строили из камня различные статуи и мы с тобой будем строить как большие статуи тут шесть больших статуй с разными значками божества значки это очень важно потому что именно сюда мы будем своих рабочих отправлять вот в эти точки и маленькие у нас есть статуи их по две штучки каждого вида и кстати здесь подсказка какие ресурсы надо отдать чтобы построить большую статуи какие ресурсы надо дать чтобы построить маленькую статуи и все это приносит победные очки так что мы с чем еще с тобой будем заниматься мы будем из различных узоров составлять гобелены которые тоже приносят немало так победных очков в этой игре вот у нас стопочка будет с гобеленами здесь при игре вдвоем много много отсюда жетончиков ушли в коробочку ну что делать верхней всегда ой наталья что-то у нас тут немножко неправильно верхней всегда открывается вот верхний у нас кстати очень редкий узор вышел красненькие их мало в колоде потом 4 стартовых жетона с узорами различными давай мы с тобой какой-нибудь узор выберем кто будет ты будешь первым игроком и выбирает какую-нибудь я буду расскажу зачем эти узоры нужны выбирать давай наглую выберем я это пока кладем сюда остальные уходят за борт всего их 4 ну потому что в эту игру могут играть только от одного до четырех игроков и даже партия вдвоем может наталья занять около двух часов или больше с объяснениями правил игра такая насыщенная дальше что у нас еще с полем что получает каждый игрок получает по два камня не так много ресурсов в этой игре такие серенькие штучки это камень видишь я два получил и ты кубики кубики потом у нас будет кукуруза она же еда также картошка не так часто можно картошку в экономических стратегиях встретить но вот она здесь есть и плюс золото ну куда же без золота золото такие вот кристаллики в этой игре это у нас будет с тобой за бортом и еще плюс каждый игру получает по пять лесенок своего цвета ступеньки такие ступеньки мы будем их в определенных местах строить кстати здесь есть подсказочка отдаешь три камня пожалуйста и строите ступеньки зачем эти ступеньки нужны чтобы дешевле было отправлять на работу своих работников удивительная механика редко встречающая механика ты чтоб выставить мипла и разных цветов у них разные способности и чтобы выставить своего мипла отправить куда-нибудь на работу ты должен заплатить и заплатить с ресурсами а это едой или картошкой или кукурузой накормить их сначала потом отправить когда ты строишь лесенки ты еще получаешь видишь и две картошки и кукурузу и четыре победных очка а если ты строишь свою вторую лесенку в одном секторе ты получаешь еще плюс два победа но это все нюансы плюс мы уже получаем по два мипла в этой игре наталья все миплы которых 5 различных цветов замешиваются в мешочек мешочек это у нас цвет будет синий синий зеленый красный белый и желтый и каждого по по 10 штук каждого цвета но при игре вдвоем правда по одному миплу каждого цветка мы цвета мы с собой положили в коробочку назад все они перемешиваются синий это архитектор зеленый это ремесленник красный воин желтый посыльный и белый жрец у тебя есть подсказка там в этой игре и я буду пользоваться подсказкой потому что здесь столько нюансов они вроде такие и мелкие но после трех сыгранных партий я все равно буду подсматривать чтобы не упустишь что-нибудь по два мипла обязательно разных цветов мы с тобой получаем начале игры тут конечно еще очень даже хитрая механика сначала по 2 мипла каждого цвета замешивается в мешок потом каждый игрок тянет и обязательно они должны быть разных цветов а потом все остальные добавляются мы это сделали будем считать с тобой за кадром и плюс еще по 10 фишек таких вот таблеток каждый игрок получает своего конечно цвета не когда мы будем заниматься завоеванием и ходить вот в эти углы на поле мы будем свои эти фишки тратить и получать различные плюшки и победные очки и золото и камни и все на свете но это когда мы будем отправлять на войну вот эту армию вот эти карты пока у нас этих карт нет так получили мы по одному узору с тобой узоров в игре ну да я уже об этом говорил их 7 различных узоров и мы с этих узоров будем постоянно собирать какие-то гобелены и в конце игры что интересно собирать я сначала думал что надо собирать чтоб узоры совпадали но нифига в одном в одной связке в одном гобелене может быть только разные узоры узоры если у тебя попадается один и тот же узор строй начинай второй или там третий гобелен и все на свете это у нас сюда все больше ничего игрок не получают миплы должны появиться в деревне откуда мы будем брать мипла что потом их отправлять вот сюда вот на эти все значки на работу чтобы они нам там картошку приносили кукурузу и выполняли различные еще другие действия про которые они появляются у нас вот в этой части поля деревенька есть и к сожалению при игре вдвоем только раз два три четыре пять мест если если вы играете большим составом тут соответственно в деревне будет будет и больше миплов вот с этого мешочка случайных миплов различных цветов я сейчас буду выкладывать раз два три четыре сушен у меня нормально получилось более менее 5 красный то войны вот это я запомнил запомнил у них интересное свойство они будут арестовывать соседа своего да а вот зелененькие это ремесленники желтенькие это посыльный белый это же есть о ты глянь помню запомнил их надо помнить потому что у каждого цвета свои какие-то свойства когда ты их выставляешь об этом надо помнить плюс я кочевники около этого костра практически потухшего будут у нас кочевники находиться с этого мешочка тоже миплов отсюда мы тоже будем миплов брать не только из деревни кстати не только из деревни но иногда мы будем обращаться вот эту к этому кругу и при игре вдвоем тут только четыре мипла появляются иногда игра будет давать нам возможность брать оттуда ну что миплы нужны чтобы выставлять их на работу а у нас и по камеш только две штучки идем дальше карта одна колода где изображен я уже про это рассказал один или два воина это хорошо это мы будем их брать специально действие есть чтобы взять эти карты следующая колода карт с такой вот желтой рубашкой это карты божеств кстати с этой холодной мы сразу с тобой получим по восемь каких-то карт смотри здесь и нарисованы знаки вот эти различные кстати 6 различных значков мы встретим на поле а то что вокруг этих звать значков это поручение которое сможет выполнить мипл если он попадет сюда ну тут легко некоторое понятно что тут картошку получить где-то получить кукурузу а вот про все остальные где-то построить лестницу разрешают где-то построить здание этом все расскажем так вот наталья ты должна перед этим сыграть карту с руки и вот на такой значок сыграть мипла видишь да тебе игра разрешит выполнить какие-то поручения которые вокруг вокруг этого мипла расположены так вот эти карты божества приносит не только значки но и в нижней части какие-то ресурсы иногда мы будем получать различные ресурсы даже действовать выполнять на этих картах по 8 штук каждый игрок получает пока я не забыл это перемешаю эту колоду так надо так по очереди а то зрители обижаются когда я сразу по 8 карт раздаю не считают что тут тогда не так сильно рандом участвует в игре 4 5 5 6 7 8 серёжа может пока подожди 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 выставим здесь этих рабочих я сейчас все расскажу что при игре вдвоем тут конечно у нас под появится уже шурики нет чтобы не забыть ну давай хорошо тут при игре вдвоем но тут так меленько нарисовано зрители конечно с нашей этой камерой нифига не увидят ну вот на первом я ярусе у нас случай при игре вдвоем случайные миплы с мешочка появятся как бы они уже эту работу забили где-то еще их пять штук должно быть своим зрением так тоже малюсенькие такие штучки да вот уже видишь тут уже забиты чтобы нам меньше действий можно было выполнить потому что мы вдвоем с тобой играем все-таки какие-то ограничения так что мы еще ну будем собирать гобелены ходить в храм строить статуи а еще мы будем строить здание и в этой игре две колоды зданий на борту восьмерочка нарисован это знак бесконечности тут 20 различных зданий наталья чтобы их построить надо будет отдать определенные ресурсы и выбрать действие домик с молоточком не все так просто так вот эти здания они какие-то свойства дают игроку постоянное а вот где вот мужик с мешком нарисован это здание производственное их надо активировать чтобы они что-то дали но вот эти вот колоды у нас будут с тобой за бортом на первом ярусе по правилам игры с каждой колоды мы открываем по 2 по 2 здания они наталья у меня будут здесь со свойствами здания а у тебя с этим мужичком с мешком а два ты уже открыла это будут производственные здания остальное все за кадр я буду постепенно потом рыночек у нас будет меняться кто-то что-то будет покупать с этого рыночка иногда его можно сбрасывать смотри вот производственные здания верхнем правом углу нарисовано какие ресурсы надо отдать две картошки и два камня надо отдать чтобы у тебя было производственно здание которое будет производить камень каменоломня но надо ее активировать чтобы это здание сработало чтобы активировать надо найти вот такого мужика с мешком на поле его активировать ну это здание дает кукурузу три кукурузы кукурузу здесь сложнее чем картошку получить да так дальше а это какие-то свойства постоянные которые дает игра вот допустим наталья вспомню я или нет что это за свойства кстати что построить это здание надо отдать одну кукурузу и один камень и когда ты выполняешь поручение которое дает тебе картошку или кукурузу или допустим камешек ты будешь получать на один этот ресурс больше или камень или картошку или кукурузу и плюс еще одно победное очко с этим свойством тебе выгоднее будет ходить и выполнять вот эти вот поручения и набирать различных ресурсов побольше здесь что это это свойство сразу так не объяснишь начале игры когда наши верховные жрецы будут активировать вот это вот свойство получается активировать все здания которые уже у тебя экономики и после активации они всегда будут переворачиваться когда ты выбираешь вот это вот эти которые на поле человечки то ты просто получаешь что на здании нарисовано и они не переворачиваются а вот когда жрец выбирает вот это вот действие то все здания будут твои переворачиваться так вот это свойство позволяет сразу же перевернуть назад это здание или военную карту армии перевернуть назад потому что у нас даже военные карты будут переворачиваться что-то я рано начал про свойства рассказывать пока непонятно как играть ну вроде наталья про все компоненты рассказал которые есть в игре перед тем как мы с тобой начнем играть мы с тобой получили по 8 карт божества и должны только три оставить у себя на руке остальные все пять разыграть как бонусы я уже смотрю что мой вот это шурик смотрит вот в этот сектор и значит мне выгоднее будет посещать вот эти вот все значки которые под моим находятся великим этим жрецом и я себе буду оставлять стараться у меня вот картошки что побольше получить картошки наталья мы с тобой белорусы должны с тобой получили хорошо ты себе выбрал зелененький синенький у меня чё-то мне какие-то одинаковые пришли ну всего хочется получить внутри надо оставить по-любому о стоп 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 я постараюсь разных оставить вот все разных три себе оставляют опять карт я сейчас буду разыгрывать мы будем получать бонусы которые нарисованы внизу вот этих вот пять карт и они сбросятся опять замешаются вот в эту колоду с чего мне начать ну вот это простенькая карта я получаю одно золото и одно победное очко идет одно золото ко мне и одно победное очко конечно я отчитываю вот здесь вот раз все про эту карту забываем эта карта мне приносит одну картошку картошки у меня в начале игры вообще нет так вот этой лестнице и вот эти вот все можно за борт главное чтобы зрителям были видны и ресурсы наши им будет тогда интереснее за нами наблюдать так карты которые у меня на руке я буду складывать вот сюда надо все вместить и два человечка у меня так картоху я получил и эта игра дает мне возможность именно с кочевников взять любого миппла которого я хочу так ну давай я возьму беленького беленького эта карта отыграла и кстати вот этот вот рыночек мипплов сразу пополняется с мешочком он не пустовал так вроде дальше эта карта мне дает один камень это хорошо камень тут нужен чтобы строить здание в основном и лестнице и статуи и также дает еще одну картошку и одно победное очко не знаю зачем мне победные очки в начале игры или нет вот дальше я не знаю хватит мне что мне показать так беру эту эта карта мне дает один камень а также возможность построить лестницу сразу в начале игры ты представляешь наталья да но строительство лестницы смотрим подсказку стоит три камня я сразу же мы еще и врать не начали я уже строительством занял сбрасываю три камня и строю принципе подожди вот это сюда и строю где хочу но раз мой вот этот жрец ориентирован в этот сектор мы там расскажем что такое за сектора здесь куда лучше ходить я наверное здесь лестнице и построю вот здесь нельзя сразу на этой террасе построить лестнице надо сначала с верхней начинать три камня отдала за это я получаю две картошки неважно каким способом я построил лестницу этот бонус всегда игроки получают одну кукурузу и раз два три четыре победных очка и меня последнюю карту разыграться получить нижние эти бонусы еще один камень я получаю игра дает мне возможность построить статую а вот тут я попал наталья и кстати я должен построить стату маленькую и именно с таким значком найти именно с таким божественным этим значком ромбиком ромбиком вот эту статую я бы построил если бы у меня было три камня тут молоточек нарисован значит это надо отдавать ресурсы если тут молоточка не не было я бы на халяву построил но молоточки есть значит статую я не получаю это плохо потому что статую в этой игре очень интересные плюшки дают я про них попозже расскажу чем больше у тебя статуи тут потом можно жертвовать статуями чтобы перемещаться вот по наталья немножко я уже прилегла тут что перемещаться вот поэтому храм статую дают плюшку игроку когда он разыгрывает карту отправляет мипла на работы то разыгрывается не только верхний значок но и нижний бонус ему получает эта карта у меня просто сгорает ну наверное я и так неплохо всего но получал наталья переходим к тебе пока я рассказывал зрителям ты должна была три карты оставить у себя на руке эти божественные остальные пять давай с тобой будем разыгрывать я буду показывать какие-то и первоначальные ресурсы полу я хочу синеньким ну хорошо ну тут ты получаешь одну картошку и плюс одного мипла вот с этого костра где у нас кочевники синенький это архитектор хорошо архитектор у него интересное свойство сразу пополняем у него какой интересный такой нюанс если он будет идти в синюю зону синий он будет у него будет дополнительное действие получаться что моя дорогая самая у меня два мипла всего три получается если я получила ничего не выкидывается но получается только в конце твоего ухода только в конце в конце твоего ухода у тебя должно быть два мипла пока мы еще мы с тобой еще не походили вообще миплов может быть больше давай еще следующая карта картошка тут нарисованы две картошки значит и две картошки получаешь сколько картошек нарисовано столько мы получаем Сколько кукурузин нарисовано, столько мы получаем. Сколько камней нарисовано, столько. И плюс два победных очка. Вот такой значок победных очков. Немножко тебя догоню. Следующую. Давай, получать. Это самый приятный момент в мире, когда ты первоначальный ресурс. Наталья получает две кукурузины и плюс одно победное очко. Ты бери две кукурузы, а я тебя посчитаю в победных очках. И вот сразу две, они одинаковые попались. Ну, попались одинаковые. Это говорит о том, что ты возьмешь сейчас с колоды армии две карты. Просто себе на руку. Такие вот солдатики. Таких вот солдатиков можно встретить на этих картах. Смотри, двоечка. А вот у Натальи попалась карта, где сразу два солдата. Это хорошо потом ходить в завоевание. Хотя у нее две карты, а уже считается как три воина. Но в любой момент игры ты сможешь этих ребят сбросить, чтобы получить нижний бонус. Что нарисовано внизу? В любой момент своего хода. Ты сбрасываешь и получаешь золото. А сбрасываешь эту карту, получаешь одно победное очко. А можешь их копить, эти карты. Будем копить. Чтобы потом ходить в завоевание. Ты сюда говоришь. Да, да, потому что у нас нет места. В кадр должна вместиться вся информация. Все, и по три штучки пока Наталья. Тоже то, что на руке, под низ так вот засовывай. А потом, когда мы будем... А, ты сразу будешь в руке. Я буду играть, да. Хорошо, все. Эти карты, кстати, эти все карты, которые мы только что разыграли, замешиваются опять в эту колоду. Часто мы эту колоду будем мешать с тобой. Вот все, выбрали. У нас какие-то первоначальные ресурсы есть. Слушай, три миппла, четыре картошки. Одна кукурузина, одно золото, два камня. Разжились, разжились, нормально. Мы решили, что ты будешь первый игрок. Что может сделать игрок в свой ход? Ну, во-первых, взять миппла, которая есть у него в хозяйстве. Да. Неважно, какого он его цвета. И отправить его куда-нибудь на работы. Вот на эти все значки. Чем мне нравится эта игра, это знаешь, Наталья, что ты можешь отправить куда хочешь. Ну, правда, за это тебе будет платить. Куда хочешь можно отправить, но куда хочешь не получится. Потому что здесь надо платить за работника, которого ты отправляешь вот на эти вот значки. А чтобы понять стоимость, сколько ты должен отдать в банк, тебе придется проверять два условия. Во-первых, это высота, удаленность от центра храма. Вот видишь, у нас одна терраса, вторая терраса и третья. Сложнее всего строить на третьей террасе. Она как бы удалена. В правилах даже написано, что работникам тех временов тяжело было с храма какие-то инструменты тащить. Еще и лестницы не построены. И вот у меня тут построено. Еще и лестницы. Очень тяжело занимать какие-то рабочие места здесь выполнять. Так вот, и еще зависит, в какую сторону смотрит твой жрец. Всего, видишь, у нас тут, получается у нас пять секторов. Раз, два, три, четыре, пять сторон. Вот мой жрец смотрит, вот у него такой сектор обзора. Твой жрец смотрит, у него вот такой вот сектор обзора. Так вот, получается, куда в этом секторе, Наталья, куда смотрит твой жрец, тебе будет строить, отправлять на работы, вот найти значки своего работника будет совершенно бесплатно. Вот раз, два, три, четыре. А потом на смежных секторах, которые рядышком с твоим жрецом, тебе уже придется одну еду заплатить, чтобы отправить в смежные сектора работника. Ну, и да, это у нас кукуруза и картошка. Одну какую-нибудь еду тебе придется отдать. А если эти сектора не смежные вообще, от твоего верховного этого жреца в противоположной стороне, тебе придется отдать три еды. Ты представляешь? Значит, тебе выгоднее пока строиться вот в этом вот секторе. Где вот? В своем. Вот, в своем секторе. Плюс, если ты на первой террасе строишь, это стоит ноль еды. Если ты спускаешься по ступенькам на второй террасе, в своем секторе строишь, ну, допустим, не в своем, в любом другом секторе, это будет стоить еще плюс две еды. А если ты на третьей террасе строишь, это будет еще плюс пять еды стоить. Кошмар. Да, ты понимаешь, если ты строишь в противоположной стороне от своего верховного жреца, да плюс еще и на третьей ступеньке, на третьей террасе, это будет три плюс пять, восемь еды тебе надо отдать, восемь картошек или в сочетании с кукурузой. Восемь чего-то отдать, чтобы, если ты захочешь, отправить на работы своего работника. Куда-нибудь подальше. Вот как бы игра и с открытым миром, десятки мест, куда можно, аж глаза разбегаются, куда можно отправить своего работника. Это как в компьютерных играх, с открытым миром. Вроде весь мир открыт, иди куда хочешь. Здесь, а карты? Но если ты ссунешься в какую-то локацию, сложную локацию, тебя там просто прибьют и все. А вот здесь ты всунуться не сможешь, потому что у тебя не хватит картошки. Надо думать, думать. Картошки просто не хватит. Вот для чего мы и строим лесенки. Потому что лесенка уменьшает количество еды, которую надо заплатить на два. Каждая лестница на два. Уменьшает. Сейчас мы эти комбинации будем с тобой разыгрывать. Давай начнем с тебя. Но кроме того, игрок, кроме того, что он может просто выставить своего мипла и выполнить какие-то поручения, а еще и количество поручений надо считать, которые сможет выполнить игрок. Есть второстепенные какие-то действия, которые может выполнить игрок. А, да, еще второстепенные. Второстепенные. Если ты не можешь разыграть мипла, у тебя не хватает картошки или чего, или ты сама не хочешь. Есть четыре второстепенных действия. И ты можешь разыграть два из них, если ты не выставляешь мипла. Ну, во-первых, просто взять две карты вот с этой колоды, с божественной этой колоды. Это одно второстепенное действие. Взять две карты с колодой армии. Одну потом сбросить, одну оставить у себя. Просто нанять себе еще одного работника. Именно не с деревни, а с кочевников. Просто ты берешь себе человечка, рынок пополняется. Кочевников. И четвертое, самое интересное второстепенное действие, которое ты сможешь делать, это передвинуть на одну или две ячейки своего жреца. И он будет менять сектор и выполнять то, что здесь нарисовано. Это, допустим, пожертвовать храму. Значит, мы будем передвигаться здесь. Начать с завоевания. Это когда мы будем тратить вот эти карты, чтобы идти вот в эти зоны. И что-то там тратить, тратить. Ну, будут у нас погибать воины. Или уставать воины. Потом ты можешь разрушить свои статуи, чтобы продвинуться тоже здесь, кстати, по храму. По ступенькам. Или просто восстановить свои здания. Вот такая стрелочка. У нас иногда здания, которые, конечно, уже есть не на рынке, а в нашей коллекции. Они будут переворачиваться. Ну, вот эти производственные здания будут переворачиваться. И вот это действие поможет их назад перевернуть, чтобы они опять действовали. Ну, или просто вот этот мужик с мешком. Ты все здания, которые у тебя куплены, они начинают производственные работать. И приносить все, что на них нарисовано. Ну, вот они таким способом переворачиваются. Да, на этой стрелочке назад. Ты или выставляешь работника на поле, или выбираешь какие-то два второстепенных действия, про которых я только что рассказал. Давай, начинаем играть, Наталья. Хочевников ты говорил, да, что можно взять еще хочевников? Да, вроде говорил. Наталья, давай, начинай играть. Твой ход. Я смотрю, у тебя в руке уже есть человечек. Значит, ты хочешь выставить его куда-то на работу. Перед тобой открыто все поле. Вот на эти значки ты можешь их выставлять. Ну, ты должна сыграть карту с руки с таким же значком, куда ты хочешь отправить миплы. Но есть, Наталья, есть, конечно, послабление в игре. Если у тебя нет карт, или что, ты можешь золотишко сбросить. Немал. Это, кстати, местный козырь золотишко. А ты получил золотишко. Он может заменить и картошку, и кукурузу. Это всегда в игре, часто в играх. Золото – это местный джокер. Ты можешь сбросить золото и не разыгрывать карту. Но зато потом отправить человечком на любой из этих божественных значков. Ну, у тебя есть карта. Золото тратить я не советую так вот часто. Лучше тратить карты. И смотрим мы, конечно, на верхнюю сторону. Вот такой вот значок, Наталья. Таких значков у нас на поле очень много. Четыре квадрата. На какой ты значок хочешь его отправить? На синенький. Море значков таких. Ну, конечно, ты будешь отправлять своего работника, где подешевле. Во-первых, выбирать сектор, куда смотрит твой жрец. Это вот этот вот сектор. Хорошо, ты выбираешь. Потом выбирай, ищи такой значок. Синенький сюда. Понятно. Раз ты попадаешь в тот сектор, где находится твой жрец, значит, ты платишь ноль еды. Плюс, раз ты на первой террасе располагаешься, это тоже ноль еды. Если ты на второй террасе в секторе своего жреца, это стоит две еды. Если ты на третьей террасе своего сектора, тебе бы пришлось пять картошки и кукурузы заплатить. Но у тебя это выставление совершенно бесплатно получается. Кстати, куда девать эти карты? Они тут мини-рыночек у нас формируют. Алтарь. Называется алтарь. И при игре вдвоем не больше трех карт может быть на алтаре. Это чтобы игроки не только вслепую брали карты, но смотрели на эти вот значки и брали уже с мини-рыночка. С мини-рыночка. Хорошо, Наталья, ты заплатила ноль еды, чтобы расположить своего синего архитектора на этот значок, на который ты только что разыграла. Теперь, ну как бы, тебе платить ничего не надо. Теперь сколько ты сможешь сделать поручений, мы должны с тобой рассчитать. Вокруг этого значка у нас поручение получить три... Есть задание поручения получить три картошки или получить два камня или построить лестницу. Ты сможешь выбрать. А теперь сколько поручений ты сможешь выполнить? Во-первых, у архитектора есть плюшка. Если он занимает синюю ячейку, и он сам синий, значит у тебя дополнительное поручение будет. Ты сможешь не... Ну всегда по умолчанию, когда ты выставляешь миплы, это уже одно поручение. И плюс дополнительное поручение, потому что он занимает синюю ячейку, он архитектор. Дополнительное. И плюс дополнительное поручение можно получить, если рядом соседствуют миплы такого же цвета. А у тебя он считается соседним, мипл. Синенький. Потому что он по дорожкам, он соединяется с твоим положением. И проходит только через одно поручение. Если мипл проходит только через одно поручение, соединён дорожками, значит он считается соседним. И получается в сумме у тебя три поручения. Да. Но в игре нельзя одно и то же поручение выполнить несколько раз. Ты должна выбирать разное. Все три разные. Вокруг у тебя получи два камня, три картошки или построись лестницу. Ты не можешь сразу, допустим, получить девять картошки. Потому что у тебя три поручения можешь выполнить. Ну один за то, что ты расположила, второй за то, что он совпал с светом. И третий, потому что синий есть соседний. Ты должна взять два камня, три картошки и построить лестницу. Только так. И в игре может быть такая ситуация, когда у тебя будет пять поручений. Ты сможешь выполнить пять поручений. Я их всего три всегда вокруг. Что делать? Ты берёшь два камня, три картошки. И потом строишь лестницу. Если ты построила лестницу, игра тебе разрешит повторить. Ну опять ещё два. Если у тебя пять поручений. Ты, допустим, возьмёшь три картошки и потом два камня. А вот если ты лестницу не построишь, у тебя твоё четвёртое и пятое поручения сгорит. Нельзя брать одинаковые поручения. У тебя три поручения. Ты берёшь два камня, с банка три картошки. И если хочешь, можешь построить лестницу. Хочу. А строительство лестницы смотрим сюда. Стоит три камня. Три камня ты сбрасываешь назад в банк. Берёшь свою красную лестницу. Ну сюда поближе. Ну можешь построить не только там, где ты мипла выставила. Ты можешь и здесь построить, и здесь, допустим, и здесь лестницу. Но нельзя сразу на третьей террасе строить лестницу, если предыдущая не построена. Вот так вот. Побегаю пока здесь, посмотрю. Игра тебя ещё за это, Наталья, примирует. За то, что ты построила лестницу. Смотрим сюда. Ты получаешь две картошки, одну кукурузину и четыре победных очка. Это всегда. Так, давай, ты бери две картошки и кукурузину, а я раз, два, три, четыре победных очка посчитаю. Фу! И что? Навороченное. Смотри, смотри, в конце своего хода, по своему желанию, ты можешь взять мипла с деревни. Если ты берёшь сверху деревни, ты платишь одну картошку. Если ты берёшь мипла, вот с этой стороны, здесь есть подскажечка, ты платишь кукурузы. Смотри, какой тебе цвет нужен, но у нас и здесь воин, и здесь воин. И, кстати, когда миплы закончатся в деревне, у нас как бы первый раунд закончится. У нас будет подсчёт победных очков. Начнётся церемония. Очень интересный момент. Вот тут специальный житочник находится, церемония. Я про него попозже расскажу. Его схватит тот игрок, кто последнего мипла заберёт с деревни. Ну вот мне красненькие как-то не очень их. А значит не бери. Тем более, что мы с тобой нахапались миплов, когда у нас ещё была раскладочка первоначальная. Ты просто в конце своего хода должна проверить. Если у тебя не больше двух миплов, значит всё хорошо. Если больше, ты должна что-то сбросить. Значит твой ход заканчивается, ход переходит ко мне. Ну, конечно, я тоже, скорее всего, буду в начале игры располагать миплов. И может даже что-то построю со зданий. Вот я играю с руки карту. Вот с таким интересным значком. И ориентируюсь на своего монаха. Мне легче будет строиться в этом секторе. Потому что монах здесь находится. Вот в этом секторе бесплатно. В этом секторе мне придётся... На этой террасе мне придётся заплатить две еды. Ну, тут есть лестница. Лестница две скидки даёт. Даже на этой террасе я могу строиться. А на этой террасе я должен заплатить пять еды вообще. По правилам игры. Если я хочу на эти значки отправлять своего шурика. Но лестница даёт скидку в два. Даже на нижней террасе я смогу только три еды отдать. Сразу не бегай. Ты знаешь, я наверное... Чё мне куда-то бегать? Я наверное разыграю вот этот значок. И какого мне мипла? Ты же архитектора разыграла. Давай зрителям покажем. Может какой-нибудь другого. Я возьму беленького. А это жрец. Жрец. Вот на это я его выставляю. Еду я не плачу. Потому что я в своём секторе и на первой террасе. Первая терраса всегда ноль. Вторая терраса два. Две еды надо заплатить. И третья терраса пять еды надо заплатить. Ужас. Ужас. Теперь я ничего не плачу. Теперь я должен решить, сколько поручений я смогу сделать. А жрец, он что? У него какая фишка у беленького мипла? Он может отдать одну картошку, чтобы выполнить ещё одно поручение. Да, дополнительно. А так бы я просто какую-нибудь... Одно из трёх поручений выбрал. Ты божества ещё получишь. Получу. Ну, я плачу одну картошку. Мне не жалко одной картошки. А у меня жёлтенький. Чтобы выполнить каких-нибудь два поручения, которые есть вокруг. Сейчас уже буду выбирать, какие поручения. Что в начале игры? Возьму два камня, допустим. Камень всегда нужен для строительства. Я люблю в этой игре строить какие-то здания. А теперь, Наталья, я буду выбирать. Или мне какое-то свойство взять, построить. Видишь, домик нарисованный, молоточек. Вот второе поручение я выбираю это. Домик и молоточек. Я, значит, или эти могу здания выбрать, или вот эти. Тут получать кукурузу тоже хорошо. В этой игре так кукурузу тяжело получить. А здесь тоже неплохое постоянное свойство. А я в начале игры и возьму постоянное свойство. Вот это. Вот это здание себе возьму. Я должен отдать одну кукурузу, один камень. Одну кукурузу, один камень отдаю. Хорошо. И теперь каждый раз, когда я буду поручение выполнять с картошкой, с камнем, или с кукурузой, я буду на один этот ресурс получать больше. И плюс еще одну победную очко всегда буду получать. Супер. Дополненный такой. Подожди, так, чтобы было видно зрителям. Давай будем здесь вмещаться. Это мое здание. И я выполнил два поручения. И, в принципе, какого-нибудь мипла брать отсюда. Я тоже пока не буду мипла брать. Никакого. Ну, рыночки я должен пополнить. Всегда два здания. В конце своего хода должны быть. Чего это такое за здание вышло? А, это когда мы будем завоевывать, у нас будет погибать на один меньше солдат. Или уставать на один меньше будет. Это все потом. Так, у нас игра как бы не движется, потому что мы с деревней миплов не забираем. Но мы пока с Натальей какую-то свою стратегию придумываем. Интересно. Слушай, мне про эту плюшку не забывать. Наталья, будешь мне напоминать? Жалко, тут еще золота нет. Вообще был бы замечательный тайм. Золото, Джокер. Скажи, размечтался. Наталья, твой ход. Ты выставляешь мипла на поле? Я не знаю, у меня. Или какие-то второстепенные действия выполнишь? Возьмешь, просто руку пополнишь с этой колодой, с этой. Возьмешь себе мипла. Или будешь передвигать своего супер жреца. Пока не буду. Вот сыграю эту карту. И сыграю красненького своего. Ну, хорошо, у тебя карты есть пока. Такой ромбик ищем. Наталья ищет такой ромбик. Сколько тебе надо заплатить, мы должны решить. Сколько ты должна еды отдать в банк? Сколько? А почему? Во-первых, ты в своем секторе и на первой террасе. А первая терраса, вот эта, она бесплатна. Хорошо. Теперь мы должны с тобой определить. Кстати, это идет на рыночек. И моя идет на рыночек. Больше трех нельзя приигрывать. Алтарь. Алтарь. Алтарь, конечно. Да простят меня инки. Все по-другому. Ну, у тебя получается здесь раз, два, три поручения вокруг твоего красненького шурика. Ну, подожди. Мы должны определить, сколько ты поручений сможешь сделать. Красный – это воин. А, Наталья, подожди. Я, когда играл своего беленька, помнишь, ты говорила, что я карту должен взять с колодой? Да, да. Я должен забывать. О, хорошо. Потому что беленький – это и есть жрец. У него плюшка. Да, такая плюшка. Он может отдать картошку, чтобы выполнить дополнительное действие, дополнительное задание. И плюс он берет карту с колодой вот с этой. Да. А красненький при своем размещении может соседнего мипла забрать себе. Да. А у тебя соседний и этот, и этот считается соседним. Потому что они проходят через одно поручение. Этот и этот. Сначала мне надо решить, какое поручение я одно здесь могу сделать. Нет, нет. Ты сначала должна взять карту с колодой и взять мипла. Взять мипла и взять карту военную к себе на руку пока. Слушай, а у тебя уже столько красных карт там? А только три. Ты запросто можешь пойти в завоевание. Четыре воина. Потом. Хорошо. Как бы стараюсь. Хорошо, думай сама. И получается, что у красного никаких плюшек нет? Нету. У него только какое-то одно поручение ты сможешь выбрать. Да, да. Ты выбирай, или взять три картошки, или взять два камня, или построить какое-нибудь здание. Я думаю, или здание построить, или этот самый. Взять два камня. А давай то, что с военным связано. Давай я возьму это здание. Наталья, что? Сколько оно стоит? Ну, оно стоит одну кукурузину, один камень. Если мы будем выходить в завоевание, у тебя или не будет один уставать, или не будет один погибать. Ты считаешь, что это нормально? А может вот это здание построить с кукурузой? Которая просто тебе будет три кукурузины при активации приносить? Ну, почему бы и нет? Попробуй так. Тут все нужно, Наталья. В этой игре нужен и камень. Нужна и кукуруза. Кукуруза, картошка. И последний камень. Ох, как жалко. Кукуруза, картошка. Мне тоже надо тут. Здесь мои будут гобелены, наверное. Ну, что, такие у меня мальчишки. Здание будут ко мне. Что я здесь не могу с ними ничего больше. Вот теперь, чтобы получить эти три кукурузины, ты должна выбрать вот эту задачу. Значит, отправить куда-нибудь рядышком. Ну, много таких человечков по всему полю. Да. И он разрешает активировать одно из производственных зданий. Вот это да, три кукурузы получше. Ну, тебе надо куда-нибудь сюда расползаться. Ну, у меня два работника. Нам уже пора, наверное, как-то показывать зрителям, как работают вот эти гобелены. А вот это молоточек нарисованный, материал. Видишь, их много на поле. Вот надо активировать вот эти задачи. А потом есть еще задачи торговли. Вот видишь, такие бочоночки нарисованы тоже. Чтобы их активировать, тогда будут срабатывать твои гобелены. Но у нас еще гобеленов нет. У нас просто один узор. А гобелены – это несколько узоров. Показывать раньше. Если я купила, это обновляется. Наталья, в конце твоего хода обновится. Да. Ну, давай. Ой, прямо залежи картошки. По четыре картошки можно получать. Ну, что, тут надо. Надо все, надо. Все сразу не расскажешь. Допустим, если активировать вот эту задачу, задание, то ты сможешь построить какую-то статую у себя. Это хорошо. А вот цена статуй. Большую статую забабахать стоит три камня и два золота. Ну, ты получишь девять победных очков. И неважно, как у тебя статуя появилась, ты всегда девять победных очков получишь. Всегда получаешь. Неважно, построил ты ее или получил каким-то другим способом. А маленькая статуя стоит всего лишь три камня и приносит три победных очка. Вот эти маленькие статуи. Ну, сколько мы с Натальей сыграли, мы так большую стату еще и не строили. А если я забрала вот с этого, который мы, это самое. Ничего страшного. Нет, это не страшно. Если в начале игры при игре вдвоем здесь стоял какой-то мипл, ты его забрала по правилам игры, это никак не влияет. В конце... Я не могу купить, потому что два мипла у меня есть, чтобы этот какой-то выбрасывать. А красный взять, не знаю даже. Ну, красным хорошо идти к красным, потому что он будет соседний. Тут как бы и красный... С миплами у нас пока все хорошо. С миплами у нас пока все хорошо. Давай играть дальше. Значит, твой ход закончился. Мой ход. Смотрю свои карты. У меня совершенно нет кукурузы. А кукурузу можно получить только на второй террасе. Я смотрю, на первой террасе только картошка. Ну, тут все нужно, если честно. Тут нет такого, что... И гобелены нужны, и кукурузы нужны. А, там что-то... Ты гобелены хотел пойти. Да я хочу... А может, лестницу построить и набрать разных ресурсов. Наталья, вот. Играя вот этот значок, допустим... Ну, не важно, кого я возьму. Архитектора или ремесленника. У синего и зеленого мипла у них похожие свойства. Вот архитектора, если он идет на свой цвет, закрывает, он дополнительно получает задачу. Может выполнить дополнительное поручение. А зелененький мипл, это ремесленник. Если он попадает на зеленый, он сможет выполнить какую-то дополнительную. Дополнительную. Ну, он у меня, наверное... Нет, ну куда его отправлять? Я вообще одно действие выполню. Нет. Надо куда-то кучковаться. Надо кучковаться. Так не получается, видишь, я тоже красный. А почему не получается? Очень даже получается. А, если у тебя получается. Я все равно вот играю вот это. И почему? Вот сюда, зелененького на зелененький. А, так у тебя получается. Совпадают значки? Совпадает. Совпадает. Что мне платить? Я нахожусь в секторе своего жреца великого, не плачу. И за высоту я не плачу, потому что я на первой террорации. Мне расположение ноль. О, что получается? При игре взвоем только три карты могут быть. Если появляется четвертая на рыночке, все эти карты назад замешиваются в колоду. Вот такие вот нюансики. Что их мешать, эту колоду? Что не под низ положить? Так, ничего платить не надо. Теперь сколько я могу выполнить поручений? Ну, раз вокруг нету соседей зеленого цвета, я только получаю плюшку за ремесленника. Раз я зеленую ячейку занял, значит у меня плюс одно дополнительное поручение. Два поручения. Одно по умолчанию плюс одно дополнительное. И вот у меня выбор. Три картошки получить, две карты. С этой колоды одну сбросить. Или построить какое-нибудь здание. Но я в принципе и хотел какое-то здание построить. Вот идти мне в войну. Брать картошку. Брать или что-нибудь построить. Нет. Наталья. Первое поручение. Я беру три картошины. Ну, тебе как бы надо. Картошка это всегда хорошо. И плюс я строю здание. И кстати и построю здание, которое приносит картошку. Вот мои здания. Вот здесь я еще в кадре. В кадре. В кадре. А стоит это удовольствие две картошки и один камень. Я получил картошку это. Вот теперь можно уже подумать. Взять с рынка какого-нибудь мипла. Но у нас одни красные. С этой стороны придется кукурузой платить. А с этой стороны платишь картошкой. Я отдаю картошку и беру красного мипла. Война. А, стоп. А у меня же играет вот эта штучка. Я же брал картошку три. А я четыре получаю. Картошки. И плюс одно победное очко, моя дорогая. Ты что, меня тут опередила? Наверное. Слушай, классное здание. Если ты не моей походил. Я же должен еще и пополнить был. У-у-у. Золото приносит кукурузу. Золото здесь не так легко получить. Только на третьем ярусе. На третьей террасе, я смотрю, золотишко. Можно получить. До него еще надо добраться. Основной здесь заработок, это строить гобелены. Как я уже понял, по первым трем партиям. И плюс продвигаться в этом храме. Мы с тобой что-то вообще ищем. Само-само. Ну, мы пока эти ресурсы получаем. Мне уже нравится, что игра не повторяется. Я боялся после первых наших трех партий, что что-то повторяется. А тут она как-то вообще по-другому пошла. Ну, буду дополнительные действия делать. Ну, ты не выставляешь работника. Есть у тебя четыре дополнительных действия. Называется по сеттингу игры, они второстепенные действия. Ну, второстепенные дополнительные. Их четыре штуки, но ты должна выбрать два каких-нибудь. Два, то есть. Или передвинуть своего жреца по этим вот значкам. Или взять две карты отсюда, или взять две карты отсюда, или взять мипла с этого костра. И ты что-нибудь два должна выбрать. Может, две карты с этой колодой, две с этой. И твой ход закончится. А можешь просто передвинуть, смотри. Ты не спеши. Вот ты можешь передвигать этого жреца на одну или две ячейки. К сожалению, по правилам игры. Только на одну или две ячейки. И здесь ты пожертвуешь статую. У тебя статуи нет? Тут можно жертвовать статуями, чтобы передвигаться по храму. А статуи у нас пока нет. Здесь ты включишь, затеешь войну. Да, я возьму зелененькую. Ну, как война? Здесь мы не будем друг с дружкой драться. Да, я возьму зелененькую. Да, просто захватывать вот эти территории. Зелененького мипла с кочевников возьму. Это наем. И две карты военные. Так, ты берешь зелененького мипла. А зачем тебе зелененький мипл? Ты что-то там... Я хочу, да. Наталья, ну ты должна одну карту сбросить, одну оставить у себя. Ай-яй-яй. Даются две. Что-то ты плохо потусала. Идет под низ колоды. И в конце твоего хода... А, ты, кстати, можешь мипл еще выбрать из деревни. В конце твоего хода у тебя должно остаться только два. Ты каких-то других цветов хочешь миплов понабирать себе или что? Да. Ну, там не буду покупать. Ну, хорошо. Я тебя не буду заставлять. Потому что у меня и так три. У тебя и так три. Зачем тебе столько много миплов? Не вижу смысла. На этом твой ход закончился. Ты видишь, выбрала два второстепенных действия. Взяла с колоды армии карту и взяла мипла. Кстати, мипл всегда здесь сразу пополняется вокруг этих кочевников. Это не как в деревне. Сразу с мешочком их должны пополнить. Ну, как-то в этой игре, при игре вдвоем всего хватает. Мой ход. И вот я сейчас буду думать, или отправить мне мипла, или заняться чем-то другим. Я не буду чем-то другим заниматься. Я буду мипла играть. А чтобы сыграть мипла, надо или сыграть карту, или сбросить золотишко. У меня есть карта с таким зигзагом. Я красненького мипла отправляю. Вот, на зигзаг. Правильно? Да. И в моем секторе, здесь мой жрец, и плюс первая терраса. Мне не надо платить ни картошкой, ни кукурузиной. Это на алтарь уходит. А вот, Наталья, если бы у меня была статуя, вот с таким же зигзагом, сейчас бы я не только эту карту разыграл, но еще и получил нижний бонус. Четыре бульбочки получила. Нет, три. Ой, это три, да? Это три нарисовано. Я бы еще и три картошки получил. Если у вас есть статуя, неважно, маленькая она или большая, она совпадает с этим значком, вы получаете еще и нижний бонус. Тоже интересный момент. Ты не забывай свою фишку, это в здании. Да. Что ты там получаешь, добавить. Пока я решил, что это бесплатно. Потом я решил, сколько поручений, сейчас я должен решить, сколько поручений я смогу сделать. Красный, он же воин. Он может снять какого-то там ближайшего соседа. Соседа Зелененького. А Зелененький этот ремесленник. А что, нахрен мне вот? А зачем мне ремесленник? Ну ладно, я сниму. Я его сниму. Потом я беру карту военную. Да? Он же всегда берет военную карту. Это идет ко мне на руку. И плюс, я потом решаю. У меня получается два действия смогу сделать, потому что у меня сосед того же цвета. Со мной. Я могу два поручения. Вот сейчас я могу взять шесть картошин. Но этого делать не буду. Я возьму три картошины и два камня. А раз я выполняю, что работает? Так что получается? Я тогда получаю четыре картошки, а не три. Раз, два, три, четыре. И одно победное очко. И получу три камня. Каждый раз. И плюс одно победное очко. Потому что я два поручения выполнил сбор и ресурсов. Какой же ты четырех лет взял? А почему я и пошел на картошку? Наталья, пока у нас разница в два победных очка. Ну ладно. Теперь мне понравились красные. Блин, а у меня нет кукурузины, чтобы сейчас взять красного еще. У тебя есть золото. А золото жалко. Как давать? Ой, видишь, какой ты. Какая карта у меня осталась? Стоп. Может не жалко? Отдам золото, датали. Чтоб взять. Ну, я вместо кукурузы отдаю золото. И в конце своего хода я могу мипла этого взять. Отдам синего. Потому что он у меня лишний. Он вообще уходит в коробочку. Даже не в мешок, а в коробочку с игрой. Из игры выходит. Мне нужны красные. Мне понравилось с ними работать. Твой уход. Я буду играть вот этот зигзаг, карту. И пойду вот сюда. На зигзаг. Первое, мы должны рассчитать, сколько это тебе будет стоить удовольствие, чтобы его туда отправить. Ты находишься в своем секторе, своего жреца. Но ты на второй террасе. А вторая терраса, ты должна заплатить две еды. За вторую террасу. Потому что далеко до нее идти. Но у тебя здесь построена лесенка. Она дает скидку в две еды. Она дает скидку в две еды. Это твоя лесенка. Значит, ты ноль. За ноль туда ставишь своего зелененького. Кстати, если бы это была моя лесенка, ты бы могла ей воспользоваться. Просто я бы получил одну победу на очко за это. Игроб, чья лесенка. Ну, это твоя лесенка, ты за нее ничего не получаешь. Очень. Наталья, хорошо. И ты занимаешь зеленую позицию зеленым ремесленником. Значит, у тебя два действия. Ты сможешь сделать две активации какие-то. А вокруг тебя два камня получить. Потом получить гобелены. Создавать гобелены начинать. Или построить какое-нибудь здание. Будем... Два камня получу. Ты выбираешь одно поручение получить с два камня. И второе поручение. И гобелены сделаем. Ух ты! Неужели вы добрались до того, чтобы показать зрителям, что такое за гобелены? Что такое значок? Материал с молотком. Это когда мы обращаемся к этой колоде. Ты берешь три различных узора сверху колоды. Один, который открыт. И два, которые закрыты. Берешь, смотришь на них. И, кстати, ты можешь сразу даже их все три пристроить. Но тебе придется отдать очень много кукурузы. Если ты захочешь купить только один узор, это стоит одну кукурузу. Если ты два узора, это стоит три кукурузы. А если все три шесть? Один, три шесть кукурузы. Один. Кукурузу только отдаешь. Нету. Идешь. А могла и три купить. Но нету. Смотри, как они пристраиваются. В одном твоем... Ты узоры составляешь в гобелен. В твоем одном гобелене не может быть повторяющийся узор. Они у тебя разные узоры. А подожди. Вот так вот, извините. Да. Но на каждом узоре с двух сторон есть какие-то значки, какие-то плюшки. Я так расстроилась, что не могу. Вот здесь два камня нарисованы. Здесь нарисованы три победных очка. Вот если твои узорчики совпадут. Вот видишь, три победных очка совпадают с тремя победными очками. Значит, выполняя действия вот этой торговли, где вот эти вот разные миски нарисованы, бутылки, горшки, ты будешь получать вот эти бонусы. Ты будешь получать три победных очка. Да. В данной игре. Наталья, ну этих два оставшихся не сбрасываются. Все остальные игроки за две кукурузины смогут приобрести к себе, к своим гобеленам этих оставшихся. Только по одному, каждый игрок. По очереди, по часовой стрелке. Ну, у меня вообще нет кукурузы. Ты очень хорошо сыграла. Значит, они все два. Вот я сейчас запросто мог бы себе кое-что-нибудь да привинтить. Потому что цвета не совпадают. Ну, у меня бы не совпадали, конечно, значки. То есть, что-то в картошку пошло. Кстати, если значки не совпадают, привинчивать можно. Да, ну просто ты бонусов не будешь при торговле получать. А в конце игры, если ты создашь гобелен из семи различных кусочков, ты получишь плюс двадцать одно победное очко. Это очень много для этой игры. Попробуем. Из семи. В последнюю игру я набрала. Раз никто не покупает, под низ колодой. Семь, еще четыре штуки гобелен. Да, вот если посмотреть подсказку, ну, за шесть одинаковых ты получишь пятнадцать победных очков. А за два узора в одном гобелене знаешь, сколько ты получишь? Ну, сколько. Одно победное очко. Ну, вот. А я пока ноль получаю за этот гобелен. Вообще за один. Ну, тут зато, если вот шесть получу. Ой, три победных. Три победных очка. Это ты не шесть получаешь. Да. А просто они совпадают. Ты три победных очка получаешь. Такой, вот гобелены, я помню, по гобеленам делал пы. У меня несколько гобеленов было, куча. Один из семерки состоял, другой из четырех, помню. Ну, последний раз ты здесь поднялся. А, последнюю игру я в храме. А что ты сейчас как-то... Ну, просто, когда мы с тобой, Наталья, летсплеем, мы стараемся затронуть очень многих параметров. Да. Чтобы показать зрителям, что тут можно творить и что делать. И как-то игра немножко так вот, немножко рассыпается. Ну, судьба наша такая. Подожди, это значит разыграло. Ты получила два камня и выполнила вот это вот поручение. Да, да. Все, это на алтаре. Все, у меня только два. В конце своего хода ты можешь с деревни пополнить по желанию по-своему. Если тебя устраивают твои цвета, желтые и синенькие, на здоровье, оставайся с ними. Нет, ну ладно, не буду. Не будешь. Ты так отговорил меня. Камня. У меня много картошки и много камня. И вот такая штучка, которая позволяет мне еще получить камень. Вот я смотрю, если я пойду к себе, вот сюда. Потом стройкой займешься. У меня красные три поручения. Строить божества. А может быть ты и права. Никогда. Так вот я зелененького, ремесленненького. Я играю сначала карту и показываю, что я его на это значок и ставлю. Это мне бесплатно. Я в своем секторе и на первой террасе. Бесплатно. Теперь сколько поручений я смогу сделать? Сделать ремесленник. Соседей нету зеленых, но на зеленую кладется два каких-то поручения. Я сто процентов смогу сделать. Наталья. Эти карты замешиваются. Этот открывается. Потому что больше трех нельзя, чтобы было у нас на алтаре. На алтаре так сделано. А вот теперь мне выбрать, какие два поручения. Взять еще картошки. Нет, мне уже с картошкой, наверное, хватит. Пойду-ка я войну не начну. Картошки никогда не бывает. Пойду-ка я немножко войну. О, два солдатика попалось. А эту карту сбрасываем. Где у нас будет сброс? За кадром. А здесь будет колонна. Это идет ко мне на руку. Так. А здесь что-нибудь построим. Может, получать камень мне уже и не нужно в этой игре? Струй лестницу. Получишь шесть победных пачков. Кстати, в правилах есть такой момент. Перед строительством я могу вот эту карту сбросить, положить под низ колоды и каких-нибудь два жетончика со зданиями сбросить и обновить рыночек. Есть даже такое правило. Мне вот интересно вот это. Но вот это я построить не смогу, потому что у меня нет кукурузины. Уходить в камень. А если ты построишь лестницу, тебе кукурузину. Нет, я лестницу не могу построить, Наталья. У меня здесь нет. А, это здание. Это надо вот такое выбирать, где лестница. Да, это же отдельное здание. Ну, а вот это здание я построить смогу. Оно стоит две картошки и два камня. Кстати, в конце игры каждое здание... Сколько приносит? Два победных очка? Два. Если оно не закрыто, в конце игры стоит. У меня тогда было четыре здания, все закрыты. Так я подсказку посмотрю. Два победных очка за каждое здание открытое. Так у меня уже шесть победных очков. Мне надо подумать, какого мипла мне взять, зелененького или беленького. Ну, скорее всего, я дам картошку. Ну, да. Потому что, если берешь сверху, отдаешь картошку, берешь снизу, отдаешь кукурузу. Так мне выбора нет. Я дам картошку. Ходите. Знаешь, что я буду вытворять? Что-то я с Даней понастроил. Я буду вытворять вспомогательные действия, Сергей. Вспомогательные, хорошо? Возьму две карты воина, в одну только выбираю, да? Ты берешь какую-то одну, себе оставляешь. Не забываешь, что в любой момент игры в свой, ты сможешь сбрасывать этих ребят, чтобы получать бонусы. Вот я могу свой ход сбросить, получить кукурузу и золото. Но я потом как воевать смогу? Не смогу. Хорошо, это твое одно второстепенное действие. А второй переход. Второе. Ты не больше двух. О, ну как, это не битва называется. А как, ну, по-соединению игру сейчас и прочитаем. Два, три, четыре, 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 четыре. Подожди, Наталья, ты пока спрячь вот это все. Да? Да, что ты? За это надо платить, чтобы воинов запустить. Сначала мы должны, ты должна выбрать, какого с деревни человечка отправить вот в эту не очень хорошую зону. Это военные потери. Деревню, наверное, тоже зацепило. И ты выбирай или Желтенького, или... Давай Желтенького. Желтенького ты в зону военных потерь. Всегда, когда инициировается вот это действие, один шурик с деревни должен уйти сюда. Даже если их тут не будет, они уходят тогда с кочевников сюда. Зачем? Чтобы здесь собирались воины, потом ты победные очки за это будешь получать. Сколько здесь воинов, смотря в какой ты территории какие-то захваты производил. Это очень важно. А теперь, раз ты инициировала завоевание, ты одну карту можешь с воинов сыграть перед собой бесплатно совершенно. Давай вот этих двоих. Да. А потом за все остальные карты, которые ты хочешь сыграть, тебе придется по одной картоши не заплатить. Ужас. Смотря сколько ты карт, конечно, хочешь разыграть. Ты можешь не все не тратить. Четыре. А, так ты все карты играешь? Ну все, а чего это? Ну давай. Играть так уже и играть? Ну перед собой, клади их перед собой. Все в ряд. У меня такой плюшки нет. Что интересно, когда вот выполняются все вот эти действия, участвуют все игроки. Да. Когда наши монахи бегают. Ну просто, что у тебя один бесплатный, а мне придется за все мои карты, которые захочу сыграть, перед собой платить. Все игроки участвуют в захвате. Все. Это хорошо. Так, я две карты играю и плачу две картошки. Картошка у меня есть. За каждую карту по картошке. Теперь, Наталья, ты раз первый у нас игрок, выбирай, куда тебе пойти в захват. Или сюда. Пойдешь сюда, здесь можно получить много картошки, камня и золота. Пойдешь сюда, здесь ты получишь карты с этой колоды божеств. И много материала, много узоров можно получить. И даже построить здание можно бесплатно. Кстати, здание мы с тобой не пополнили. Давай-ка пополним. Две кукурузины получаются. Даже можно две статуи построить бесплатно совершенно. Но надо очень много воинов. Семь воинов иметь в своей коллекции. Здесь ты получаешь кукурузу, строишь бесплатно землю. А мне только шесть. И можно даже продвинуться на несколько ступенек в этом храме. А здесь ты просто получаешь победные очки. Если ты трех воинов убьешь, двух устанут просто перевернуться другой стороной, ты сможешь один из победных очков получить. Смотри, что ты считаешь нужным на этом этапе игры. Стоит ли тебе идти в победные очки? Или наоборот? Лучше каких-то ресурсов прикопить. Один останется, да? А давай в гобелены схожу. Ну, смотри, чтобы получить сразу два гобелена, тебе придется трех черепок нарисован. Трех убить. Совсем убить? Они совсем выйдут из игры. Три карты. Ну, давай. Твоих воинов. Ну, давай. Значит, смотри, как происходит. Ты берешь свою вот эту фишечку, помнишь, мы по десять таблетки получили. И кладешь ее сюда. Уже другой игрок сюда прийти не сможет. Но тут черепок нарисован, у тебя три карты, они вообще выходят из игры. А эти ребята пока остаются. Да, пока. И здесь в правилах написано, ты с этой стопки, кстати, мы должны были открыть, обновить вверх, ты берешь два каких-то узора. И по правилам игры ты можешь взять, который открытый, или следующий закрытый за ним. Ну, а этот какой? Смотри, такой рисунок у тебя уже повторяется. Нет. К этому гобелену он не походит. Значит, ты берешь слепую. Слепую возьму. Пока один, да? Да. Берешь. Ай-яй-яй, как плохо. Такой же узор? Слушай, ну как мы замешали. Значит, ты создавай другой. Тебе придется создавать другой гобелен везде. Как не повезло. И у тебя еще один гобелен. Ну, такой же ты, конечно, брать не будешь. Открывается. Вот тут уже другой узор какой-то. Ты можешь уже к этому гобелену привинтить или к этому. Ну, тут уже не сюда. Конечно, сюда буду. Может, еще выйти. Да, за три уже знаешь, сколько можно получить? Три победных очка. Ай-яй-яй. Ну, да, можно, чтобы значки не совпадали. Можно соединять. Они не будут при торговле приносить каких-то плюшек. Как оно так подсунулось? Ну, Наталья уже будет два гобелена везти. Зарабатывается очень много победных очков. Да, получилось у нас три одинаковых рисунка в одном. Вот я хорошо их перемешал. Так они были нормально. А когда я их перемешал, они все вместе соединились. Теперь я, Наталья, могу выполнить какой-то захват. Все игроки могут выполнить. Но у меня только три воина. И что я хочу получить? Скорее всего, я пойду на захват вот в эту территорию. Смотри, Наталья. Здесь надо одного убить. Ну, все. Один у меня погибает. А второй устает. Ну, так как у меня тут сразу два воина, они переворачиваются. Вот это страна. И есть специально для этого вот этого действия, которое позволяет переворачивать уставших воинов. Ну, мне надо туда еще прийти. Так, я свой жетончик кладу сюда. Получаю две кукурузы. Кукурузы, я думаю, мне пойдет. Две кукурузины. И плюс одно золотишко. А у нас один только воин сюда идет, да, на эту площадку? Да, он идет в начале. Он только один. Он идет в начале захвата. И все. Захвата. Просто что, ты как инициировала, ты активный игрок. Ты можешь произвести второй захват какой-нибудь. Вот вторая таблеточка твоя. Если у тебя, конечно, остались еще воины. Давай я два переверну. Воины, чтобы получить три победных очка. Ну, смотри. Все эти карты, которые уже сыграны, они остаются перед тобой лежать. Вот один в закрытую, один в открытую. И когда у нас будет вторая, допустим, какой-то захват, этот воин уже будет принимать участие. За него уже картошкой платить не надо. Ты посчитала три победных очка? Да. Посчитала? Нет, нет, нет. Раз, два, три. Да. У нас очень мало места. Но мы пока... Навряд ли доберемся до сюда. И потом еще один уставший сюда пойдет. Нет, нельзя, больше двух. Больше двух? По правилам игры, больше двух захватов ты сделать не сможешь. Ну вот. Все, захват заканчивается. В конце своего хода ты можешь прикупить себе с деревни зелененького мипла, который у нас остался, за картоху или за кукурузину. Ну, давай за картошку прикупим. А зачем тебе зеленый? А вот я бы получила победное очко. А, потому что ты хочешь победное очко. Да. И желтенькое. Так, подожди, подожди, подожди. Ну, в конце твоего хода уходит. Пока ты берешь зеленого за картошку. Если у нас остался один, то ты можешь или за картошку его купить, или за кукурузу. Это же понятно. Что же сейчас происходит? У нас будет интересный очень этап под названием церемония. И кто последнего забрал мипла, тот получает вот этот жетон. Церемонии. И моментально за первую церемонию одно победное очко, за вторую церемонию два победных очка, но если кто его схватит, а кто его схватит в третью церемонию, тот получит четыре победных очка. Наталья, этот жетон кладется перед тобой, и ты получаешь одно победное очко. И церемония начнется у нас, когда до тебя дойдет ход. Когда дойдет ход до игрока, у кого находится этот жетон. Пока я хожу. Ты походил, да? Да, я тебя посчитал. У меня вообще нет карт на руке. И у меня нету. Первым своим действием, скорее всего, я выберу, чтобы переместить своего. Пускай он у меня поменяет сектор. Раз, два, ну не больше двух. Что это за значок? Я могу активировать все свои производственные здания, которые приносят ресурсы. И я активирую. Это и это здание. Здесь я получаю три камня. Слушай, у меня камни в этой игре завались. А здесь я получаю четыре картошины. А я ничего не могу активировать. Подожди, подожди. Сейчас. Четыре картошины. И все активированные здания переворачиваются, когда ты выбираешь вот это действие. Чтобы их перевернуть назад, надо выбрать вот это. Теперь, раз я активный игрок, я могу любое назад перевернуть. Назад. В начале своего хода или в конце своей активации я могу одно какое-то производственное здание перевернуть назад. Наталья, а раз ты второстепенный игрок, ты тоже активируешь все свои здания. Ты получаешь три кукурузины. И тоже переворачиваешь. Но ты переворачиваешь. У тебя назад переворота не будет. Ну, пускай хоть кукуруза будет. Ты могла не активировать это здание? Не, ну пусть будет. Для чего же оно будет стоять тут? Неизвестно, когда я к нему. Добирать в конце хода мне не от кого. В деревне нету. Ну, ход-переход к тебе получается. Да. И смотри, и раз у тебя это значок, начинается у нас церемония. Что за церемония? Сейчас мы с тобой победные очки будем получать. Очень, наверное, крупные. Аж мы тут завалимся. Подсказку смотрю. Бесплатное поручение выполняется. Это оговля для всех игроков. Мы с тобой за всю игру не выполнили вот это вот поручение. Их много по всей территории. Так оно только в самом последнем. Или немного. Оно только на третьей террасе, да? Да, только тут. Вот почему мы еще не добирались. Это когда мы смотрим на свои гобелены и получаем за совмещение каких-то значков плюшки. Получается, во всей нашей игре только, Наталья, у тебя совмещение. Вот три победных очка посчитай себе. Все, здесь у тебя камень, здесь получить карту с колодой. А здесь у меня вообще один. Дальше зачитываю. Получите бонусы и победные очки за храм. С этой стороны у нас нет бонусов, с этой стороны мы с тобой по одному победному очку получаем. Дальше, что в церемонии происходит. Получите число победных очков, равное количество военных потерь за большинство фишек в регионах завоеваний. Ха! Мы будем сейчас каждый из этих вот участков отдельно рассчитывать, четырех участков. Здесь чьих фишек больше? Твоих. Моих. Значит, здесь я выиграл. А сколько у нас находится в военных потерях? Один. Один только. Я получаю одну победную очко. В этой территории ты выиграла. Здесь у нас один миппл. Ты получаешь одну победную очко. Вот если штук пять здесь было, если мы уже пять раз инициировали захват, тогда можно неплохо получать. Здесь никого нет, здесь побеждаешь ты. И ты получаешь еще одну победную очко. А что если равенство таблеток в одном участке? Тот, кто правее находится, тот и побеждает. Тот и победят. Потому что здесь надо много прибить своих воинов. Дальше, что происходит при церемонии? Потратьте одну картошку за каждую карту божеств, которая у вас осталась на руке. Ни у тебя, ни у меня карт божеств нема. Нет. Картошку сохранили. Да, все читаю. Добавьте мипплов в деревню. Сейчас у нас здесь с этого мешочка появится пять различных мипплов. По одному доставай. По одному, хорошо. Ты издеваешься? Ну вот, какие-то они одинаковые по уходили. Надо было кучи доставать. И слушать Наталью по одному. А теперь мы возьмем карты вот с этой колоды. У кого больше победных очков, тот берет одну карту. При игре вдвоем. У кого меньше победных очков, это у меня, я беру две карты из колоды. И последнее, что игра в церемонию разрешает, это сыграть до трех карт божеств с руки, чтобы получить какие-то вот плюшки, которые здесь нарисованы. До трех карт. Ты знаешь, я одну карту вот эту оставлю у себя на руке, а вот эту разыграю. Даже три карты можно сейчас бросить, чтобы получить одну кукурузину и построить какое-нибудь еще очередное здание. Оно пойдет сейчас в сброс, оно замешается в колоду. Вот это моя штучка. Я могу построить любое здание. Наталья, что мне? У меня картошка есть. Здесь у меня что? Камень. Что здесь джокер? Ну давай. Я кукурузину, картошку и камень. Отдаю эти все ресурсы в банк. И строю себе здание. У меня уже три производственных здания. Мне так неплохо вот сюда вот ходить. Давай добавим сюда. Ну в принципе, не знаю, когда добавляется рынок. Скорее всего сейчас он пополняется. Потом ход, к кому переходит ход? Ты не будешь карты играть с руки? Буду. А, нет, так как ты отдавать не буду. У тебя сколько? Одна карта. Ты ее оставишь. Оставлю. Ты не будешь мне получать никаких банков. Дальше зачитываю. Потом при игре вдвоем, на второй цирасе, у нас сейчас с этого мешочка все-таки появится мипла, Наталья. Где видишь, при игре вдвоем человечек нарисован. Это как бы они уже забивают. Случайно. Мы уже сюда поползли. Их должно быть. Это после первой церемонии так приходится делать. С мешочка доставать. Получается, у меня в этом секторе я найти не могу. Что в этом секторе вот. Есть. Там на перегибе. Только оно не заметно. Еще, что убираются все здания, которые не купил никто. Они уходят. И вот сейчас появится у нас новая сырничка. Блин, ну почему сразу не пришло? И картошка сразу, и кукуруза. Нет, тут или-или через черточку. А, через черточку? Да, ты думаешь, это так тебе? Размечтался. Ага, привалило. Такое себе постоянное свойство, что как бы синий превращается в зеленого, всегда равен. Ну, как бы ремесленник превращается в архитектор, а архитектор превращается в ремесленник. А второе? Они взаимозаменяемые становятся. А второе, что там еще? А второе, это значок церемонии. Ты будешь получать победные очки, скорее всего, за самый длинный свой гобелен. Одно победное очко. Это когда инициируется церемония. А церемония у нас всего лишь три раза за игру будет инициироваться. Инициироваться. Одну кукурузину и один камень. Так что, если ты хочешь строить гобелены, тебе это свойство очень даже подойдет. За самый длинный. Ну, семь может быть потолок, семь победных очков получить. Ну, не так плохо. А теперь мы начинаем ходить. Все, Наталья, это ты возвращаешь назад. У нас как бы второй большой раунд начинается. Но я считаю, что мы очень много времени потратили. Надо разбивать, Наталья, видео на две части. Давай мы запомним нашу ситуацию, попрощаемся со зрителями. Мой ход как бы, да? Да, давай запомним, что твой ход, ты будешь ходить, что-то творить здесь. Попрощаемся со зрителями до второй серии. Да, до встречи. Так, до свидания. Встретимся во второй части.